Всем привет! Меня зовут Юля и я очень рада видеть вас на моем канале. В этом видео я с вами поделюсь рецептом очень вкусного печенья под названием курабье. Это песочное печенье с джемом. Готовится оно буквально за 30 минут, а получается очень нежное и рассыпчатое. Ну а перед началом рецепта не забудьте пожалуйста подписаться на мой канал и также поставить колокольчик, чтобы первыми узнать о выходе новых рецептов. А вот теперь можем приступать. Сначала я хочу приготовить малиновый конфитюр для печенья. Для этого я беру 150 грамм малины. У меня она была замороженная, но можно взять и свежую. И перекладываю в чашу для взбивания. Здесь конечно можно взять любые ягоды, не обязательно малину. Я еще часто готовлю конфитюр с вишней и с черной смородины например. Также высыпаю к малине 60 грамм сахара. И пробиваю ее погруженным блендером до однородности. Если хотите, можно взять и покупное повидло, либо густой джем. Ну а мне например очень нравятся такие домашние конфитюры. Тем более, что готовятся они просто и совершенно недолго. Ну а теперь малиновое пюре переливаю в кастрюлю, либо если вас смущают косточки, можно его перетереть через сито. И в конце еще добавляю 7 грамм крахмала. Подойдет любой, и картофельный, и кукурузный. Перемешиваю и убираю кастрюлю на средний огонь. Скажу сразу, что с этого количества малины получается довольно много конфитюра. Столько для печенья не нужно. Но я люблю готовить побольше, чтобы потом его кушать с блинчиками или сырниками например. Я кстати снимала рецепты блинчиков, которые я постоянно готовлю, и также сырников. Если вам будет интересно, я ссылки оставлю на эти рецепты в описании к этому видео. Когда конфитюр начал активно кипеть, провариваем его еще около 3 минут. Он получается вот такой густоты, но плюс при застывании он еще немного загустеет. Теперь снимаю его с плиты и переливаю в кондитерский мешок, либо в плотный пакет. А теперь приступим к самому печенью. Для теста нам нужно 200 грамм мягкого сливочного масла комнатной температуры. Все ингредиенты, которые из холодильника, также достаньте заранее. Перекладываем масло в чашу для взбивания. Также добавляем сюда 100 грамм сахарной пудры. Пакетик ванильного сахара, либо ванилина. И щепотку соли. Ну а теперь это все нужно очень хорошо взбить. Я начинаю взбивать сначала на средней скорости, чтобы пудра не разлеталась. А затем уже включаю высокую скорость. Для этого печенья очень важно хорошо взбить масло. Потому что от этого будет зависеть, насколько печенье получится рассыпчатое и крохкое. Поэтому взбиваем примерно до вот такого состояния. Масло должно сильно увеличиться в объеме и посветлеть. Я взбиваю около 5 минут. Теперь возьмем 2 яичных белка также комнатной температуры. И выливаем их к маслу. И дальше продолжаем взбивать до пышной массы, похожей на масляной крем. Вот такая очень нежная и воздушная должна получиться консистенция. И в конце осталось только просеять муку. Ее нам понадобится 300 грамм. Но обязательно просеивайте ее частями, потому что вам вся может не понадобиться. Тесто необходимо просто перемешать ложкой, либо лопаткой до однородности. Но не долго, а то чем дольше будете вымешивать, тем грубее получится печенье. Тесто должно получиться вот такой консистенции. Не сильно густой, но и не жидкой. Далее берем кондитерский мешок с насадкой закрытая звезда. И перекладываем в него тесто. А затем отсаживаем его на противень, застеленный пергаментом, отступая друг от друга небольшое расстояние. Очень советую вам держать мешок и насадку снизу. А то я держала как обычно, когда что-либо отсаживаю, мешок у меня треснул. Пришлось переложить тесто в пару толстых пакетов. И кладите его в мешок лучше небольшими частями, так будет намного удобней. А толщину печенья можно контролировать с помощью мешка. Чем мешок будет выше, тем печенье будет толще. А чем ближе к противню, тем тоньше. Далее пальцем делаем углубление в середине для конфитюра. И отсаживаем его. Теперь отправляем печенье в разогретую до 220 градусов духовку примерно на 8-10 минут. До красивого румяного цвета. Вот такие красивые печенюшки получаются. Теперь пусть остынут немного и можно пробовать. С этого количества ингредиентов у меня получилось 550 грамм готового печенья. Оно очень вкусное и к тому же еще и красивое. Печенье рассыпчатое, крохкое и тающее во рту. Его спокойно можно приготовить к чаю, когда ждете гостей. Потому что готовится оно довольно быстро, а печенье я думаю любят все. Поэтому попробуйте его приготовить и пишите как вам. Не забудьте еще подписаться на мой канал и на инстаграм страницу канала. Там я также выкладываю рецепты и веду истории со всеми процессами за кадром. Но я как всегда желаю вам приятного аппетита и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok